Дисквалификация 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 И чуть-чуть не в свою старую игру играть. Из-за этого концовка такая сложная получилась. Первые сложности для горожан начались за 10 минут до финального сестка, когда они исчерпали лимит командных замечаний. Следующий. Шестой фол давал Кристаллу право на дабл-пенальти. Специально провоцирует на фол. Держите себя в руках. Все хорошо, наша игра. Лучше побольше передергивайте. Погоняйте мяч. Но тайм-аут не пошел Симбирску впрок. Выражаясь футбольным языком, команда поплыла. Едва не растеряла все, что с трудом создавала 45 минут. Кристалл же напротив понял, что терять уже нечего и ринулся в атаку. Сначала Алексей Самсонов отыграл один гол, а следом отлучился Александр Мухин, использовав классную скидку Руслана Забаирова. Последние минуты для Симбирска казались вечностью. Финальный свисток для команды прозвучал как чемпионские фанфары. 3-2. Лидер турнира чудом избежал потери очков. Немного не хватило времени. Все нормально, в принципе. Результат, конечно, не удовлетворил нас, но игра в тело у нас получилась неплохая. Неплохой получилась игра и юниора с погодой в доме. Они открывали 13-й игровой день, и к 47-й минуте на табло был паритет. Точным ударом его нарушил Максим Соболев, принесший погоде победу со счетом 3-2. Следом контактор без проблем выиграл у промресурса 8-2. Под занавес тура Платон также уверенно разобрался с Динамо 12-5. Авангард сенсационно обыграл действующий чемпион Мобирейд МЧС 5-2. Дмитрий Романов и Кирилл Селезнев оформили по дублю. Таким образом, Симбирск не только сохранил за собой первую строчку в турнире на таблице, но и увеличил свой отрыв до 7 очков. Мобирейд и Кристалл при этом хотя и сохранили место в тройке лидеров, но на пятки им уже наступает Платон ПСК. Отставание составляет всего 1 очко. В середине турниры на таблице также все очень плотно. Погода, авангард и контактор полностью соответствуют званию крепкие середняки. В аутсайдерах по-прежнему юниор, Динамо и промресурс. Веский аргумент в борьбе за звание лучшего бомбардера Суперлиги нынешнего сезона сделал Игорь Ахмедшин из Платона. Пять его мячей ворота Динамо превратили погоню преследователей в бессмысленное занятие. Следующий, 14-й тур, состоится в последнюю январскую субботу. Лидер турнира Семирско-Берхов при этом пройдет испытание погодой. В полдень, 27 января, в фоке Улгу ожидаются гром и молнии тренеров, цунами на трибунах, а также град забитых мячей в исполнении лучших команд чемпионата. Не будет только равнодушных ни среди зрителей, ни среди участников. Редактор субтитров А.Семкин